Николай Ивич, главный междадный эпидемиолог Министерства здравоохранения Саратовской области. Расскажите, что означает для Саратовской области эта вакцина? Сколько ее привезли? Когда следующая будет партия? И кто может прививаться? Для Саратовской области это действительно знаковый событие, поскольку сегодня была осуществлена поставка первой в мире зарегистрированной вакцины против коронавирусной инфекции. Разработчик и производитель в нашей стране – это научный центр имени Гамалеи. Вакцина прошла все необходимые испытания. На сегодняшний день она призвана безопасной и эффективной. В Саратовскую область нынче прибыла тестовая партия, которая в первую очередь будет направлена на группы риска. Традиционная группа риска – это медицинские работники, учителя, Министерством здравоохранения Российской Федерации рекомендовано в дальнейшем использование вакцины для работников торговли, общественного питания, призывников, студентов, но это будет чуть позже. Сейчас вакцина поступила в гражданский оборот, это тестовый режим. В ближайшее время Саратовскую область получит очередную партию, которая пойдет также, в первую очередь, на группы риска. Что касается массовой иммунизации, массовой вакцинации в Российской Федерации, то она планируется на декабрь 2020-го, январь 2021-го года. Поэтому вакцинация традиционно будет проводиться поэтапно на территории Всероссийской Федерации. Есть ли какие-то противопоказания, когда будут вводить вакцину? Да, конечно. Как у любого иммунобиологического препарата, есть противопоказания. Одним из главных противопоказаний является непереносимость отдельных компонентов вакцины, острая аллергическая реакция, беременность, возраст до 18 лет. Нерекомендована вакцина также людям, которые страдают хроническими заболеваниями печени, почек, с сахарным диабетом. Но при этом очень важно понимать, что назначение вакцинации к вакцинации производится строго индивидуально. То есть только после осмотра врача, желательно врача-иммунолога, делаются рекомендации и под контролем специалиста проводится вакцинация. Возраст на сегодняшний день, вакцины, по крайней мере, как позиционируют разработчики, тоже регламентирован от 18 до 60 лет. Василий Николаевич, зачем нет данной тестовой партии? В чем заключается? Ну, во-первых, это действительно тестовая партия. И она предназначена в первую очередь для людей, которые имеют постоянный контакт с болеющими коронавирусной инфекцией. Конечно, мы бы рекомендовали в первую очередь ее использовать специалистам, медицинским работникам, работающим также в госпитале. Готовы? Василий Николаевич, но 42 дозы, это немало. Это тестовая поставка, в первую очередь для проверки логистики, то есть возможности транспортировки, хранения этой вакцины. Требования к транспортировке очень жесткие, хранение очень непростое. И сама процедура вакцинации требует действительно серьезных навыков и умений. Поэтому сейчас мы проверим на этой малой партии, как выстроена сама процедура доставки и хранения этой вакцины. А в дальнейшем уже поступит более серьезное количество вопросов. Продолжение следует... Продолжение следует...